приветствуем вас спасибо что нас смотрите сегодня меня в гостях олеся бацман главный редактор интернет портала гордон олеся приветствую вас добрый день сегодня у нас много интересных тем но начнем мы со свежего социологического исследования где говорится о том что у нашего президента владимира зеленского снижается рейтинг для многих это не новость потому что всегда у новой власти проходит какое-то время начинается снижается рейтинг тут интересно что согласно ему основные темы из-за которых началось вот это снижение это рынок земли и это игорный бизнес люди против открытия рынка земли большинство и большинство не понимают зачем нам игорный бизнес вы вот согласны что эти именно темы могли подорвать в этот рейтинг против открытия рынка земли какая там цифра 57 и 9 процентов против так смотрите ну давайте разложим на составляющую то что снижается и опять же надо здесь дьявол кроется в деталях здесь надо смотреть на как на какой процент снижается как были заданы вопросы как они сформулированы потому что от того как сформулирован вопрос от того мы получим тот или иной результат ответ то есть это тоже такая одна из манипуляций которые очень активно и часто используются и соц структурами в первую очередь теми силами которыми заказываются соцопросы для того чтобы получить желаемое и выдать желая действительно желаемое за действительное смотрите по составляющим первое да действительно любой любой политический лидер или партия которая приходит к власти становясь властью начинают терять в рейтингах потому что это закон который никто еще не смог нарушить или разрушить то что любая власть будет поддаваться критике любая власть любой властью народ будет недоволен потому что он всегда хочет большего чем дает эта власть это нормально и закономерно теперь второе второе это нас то насколько у зеленского и его команды насколько получается действительно сегодня соответствует запросам выполнять собственные обещания предвыборные и в принципе соответствовать вот тому процессу который сам владимир зеленский не раз не только в интервью и в непубличных наших разговорах называл вхождением в историю потому что для него реально важно чтобы у его имя было записано в учебниках истории чтобы его фамилии назывались улицы и это вхождение в историю было со знаком плюс они со знаком минус рассмотрим рынок земли дело в том что я смотрела опрос в сентябрьске по моему по рынку земли еще в августе он тоже может там может август может сентябрь я не помню там против открытия рынка земли вообще была цифра равносильная тем людям которые проголосовали за зеленского там было примерно 70 процентов то есть о чем это говорит о том что прежде чем сейчас начинать тему с открытием рынка земли голосовать и проводить эту реформу на владимиру зеленскому и его команде нужно было провести подготовительный период информационный то есть нужно было разъяснить причем разжевать это простым языком рассказать простыми словами так чтобы это дошло абсолютно до каждого что команда хочет сделать и в первую очередь что это даст каждому конкретному гражданину как раз вот когда была вспышка какого-то скандала к примеру что мы продадим мы будем продавать землю иностранцам зеленский так даже сразу записывал видео где объяснял что стоп 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 без паники смотрите нужно было провести организовать инициировать но они же это все умеют делать то есть коммуникации это как раз то тот конек то сильная сторона которая пиар коммуникация да вот эти интернет-технологии не только интернета и телевидение то есть это то благодаря чему зеленский пришел к власти вместе с командой и это то чем нужно было бы пользоваться и в данном случае сначала объяснить сначала прийти к тому чтобы у людей было совершенно другое мнение почему потому что тогда вот этой земельной реформой врагам зеленского или его оппонентам было бы намного сложнее воспользоваться для того чтобы раскачать ситуацию сегодня в стране конкретно раскачать ситуацию я не знаю почему кстати так произошло потому что я бы не начинала земли однозначно не начинала при том что до рынок открывать нужно по моему мнению но это нужно делать правильно с точки зрения выписанного законодательства это понятно то есть то что проголосовали его действительно нужно еще править но народ нужно готовить раз есть такие цифры раз все годы независимости большинство политических сил со всех экранов рассказывали о том как как это плохо продавать землю что сейчас у вас заберут последние и вы сейчас останетесь все так бедные а будете вообще нищими поэтому здесь нужно было сначала конечно проводить эту информационную кампанию которая я считаю провалена не знаю может быть это совпало с тем что команда вступила президентская в более такую активную фазу конфронтации с со всеми журналистами и они пропустили этот момент но я считаю что это очень важная история которую нельзя было так выпускать а как вы думаете к второму чтению вот вопрос рынка земли уже будут будет по-другому проработан именно информационно про информационно я не знаю потому что вы понимаете если говорить про информационно то информационно вообще не нужно было бы президенту его команде вообще пытаться даже воевать и начать эту войну с журналистами то что сегодня ну понятно там отношения не самые радостные радужные складываются между между командами да вот но если брать команду власти и команду журналистов но все-таки это была такая холодная война которая иногда теплела иногда там останавливалась иногда перемирия какие-то случались а вот если же вот эти инициативы касательно сми регулирование работы сми которые сегодня озвучивают и бородянский и ткаченко еще ряд других представителей слуги народа если же они попытаются эти инициативы узаконить действительно воплотить в жизнь вот тогда война уже будет горячая и это тот фронт который если владимир зеленский его откроет я думаю что он проиграет причем проиграет в долгу и проиграет как раз вот свою ту роль в истории и вот то место которое он хотел бы собственно говоря занять потому что ни один человек ни один политик который входил в такую жесткую конфрактацию он никогда не выходил победителем вот это как раз очень важная такая история а то что касается самого закона и второго чтения вы же помните как принимался он в первом чтении как собирались голоса по залу какие договоренности и какие эти как искусство невозможного какие союзы ситуативные нужно было заключать для того чтобы собрать эти голоса то есть принципе в данном случае я не увидела большого отличия от всего того что происходило в верховной ради предыдущие годы вот как собирались голоса то есть также большие люди звонили друг другу говорили о том что а ты пожалуйста дай своих этих человечков пусть они кнопочки зелененькие понажимают а я тебе за за это вот дам своих когда они тоже понажимают за другое ну то есть все все некоторые депутаты жаловались на то что богдан их вызывал к себе на ковер а если они там не хотели голосовать законопроект хотя он это аргументировал тем что я не вызывал на ковер и просто хотел узнать у него ковра не вызывал просто на парке на парке просто хотел узнать позицию депутата почему он против действительно имеет право поинтересоваться почему он против хорошо что касается игорного бизнеса мы же все видим вот эти точки которые прикрыты под какой-то там пивной бар либо еще под что-то катя не чувствую что игорный бизнес это такая болезненная такая же болезненная история для народа как и земля я думаю что в данном случае это не самое будет ключевое не самое важное с точки зрения приобретения или растеряет ли зеленский свой рейтинг почему потому что намного болезненее и намного важнее это то что но люди же помнят как эта власть приходя к власти обещала снизить тарифы она обещала что коммунальные будут совершенно другими как премьер-министр говорил что если коммунальные не будут ниже он подаст в отставку и главная тема то есть вот это первый вопрос богатство бедности и улучшение жизни то есть каждый хочет вы же понимаете каждый хочет ощутить на себе что вот ему стало легче что вот он проголосовал за смену власти а по сути за смену эпох потому что вот одна отошла и пришла совершенно же другая история то есть это совершенно новое явление во всех смыслах которые перестраивает и были очень большие высокие ожидания у народа которые постепенно и по объективным по субъективным причинам они начинают разбиваться и это конечно же будет отражаться на рейтинге причем я вам скажу то что вы говорите это еще очень даже ну такое падение рейтинга могло бы быть уже намного больше кстати об этом тоже говорили потому что серьезно потому что может быть это еще связано с тем что вот вопрос второй ключевой для людей сегодня это вопрос войны и мира он сейчас держится вот на такой высокой на самой точке потому что люди ждут этой встречи в нормандском формате с путиным и я понимаю что они таки надеются что произойдет чудо и зеленский привезет каким-то образом привезет в украину мир вот я думаю что с этим связано то что этот рейтинг вот то что мы говорим он вполне ну не считаю что упал до поварил он что действительно незначительно и он пока очень незначительно подвинулся и как аргумент называют то что у зеленского как у президента так незначительно снизился снизился рейтинг из-за его партии слуги народа которая накосячила гораздо больше и больше претензий к самой партии к чем президенту конечно такое быть конечно фокус фокус перемещается с президента и его инициатив на то что происходит в верховной ради и когда зеленский выступал вот в одном из последних своих обращений нет он кажется интервью это говорил не в интервью а вообще не из когда ездил по украине что он фактически готов распускать и заводить уже новую верховную раду потому что это не справляется но послушайте конечно же когда вот то что мы сегодня наблюдаем и то что создает нам с вами такой информационный белый шум забивая и не давая рассмотреть и сфокусироваться на реально важных каких-то вещах когда мы обсуждаем но это же невозможно не обсудить или пройти мимо ну когда доходит до такого маразма да когда народный депутат сидит и вызывает проститутку но это его личное дело может вызывать хоть 10 проституток но когда он это делает на рабочем месте и дальше меня есть честно больше всего возмутило и оставила такой неприятный осадок то как он отыгрывал эту историю то есть но вот хорошо ты ты попался тебя уже поймали сфотографировали вот есть факт ты на рабочем месте в верховной ради при при всех под этим куполом сидишь переписываешься с женщиной легкого поведения и там торгуешься что-то делать но ведь важно как ты будешь реагировать и как ты из этой ситуации выйдешь вот это уже будет тебя характеризовать и когда господин еременко начинает сначала врать рассказывать какую-то фантастическую историю что это вообще какая-то спецтехнологии он разводил журналистов специально их там ну и и он начинает вместо того чтобы просто признаться извиниться закрыть тему да и забыли бы ну посмеялись кто-то да в семье было бы очень неприятно но это понятно ну вот вот так он вместо этого начинает наезжать на журналистов он начинает угрожать судом угрожать он начинает нападать и и потом вот это вот вся переписка когда с джокером когда он делает следующий пост вот все поведение потом он опять отматывает опять он идет угрожает этими судами но это так было все плохо пахло что знаете вот ну оставила такой неприятный шлейф я говорю не сама даже ситуация то как он на нее реагировал что конечно же невозможно пройти мимо и ты но на это обращаешь внимание потому что это вот качество людей которые туда пришли а буквально анекдотичная уже хрестоматийная история которую я периодически вспоминаю когда на одном из округов мажоритарных встретились этих парламентских выборов бывший народный депутат уже несколько созывов там профессор юрист действительно толковый грамотный человек который понимать но он профессиональный да он понимает он разбирается можно к нему по-разному относиться потому что он с бэкграундом из хорошим из с каким-то негативным да вот то что публично тянется ну вот есть такой человек и от слуги народа на этом же участке пошла женщина молодая женщина которая так получилось одно время работала домработницей у этого народного депутата который на этом округе в чем суть в том что он с этого округа он там жил он тратил постоянно туда деньги вот годы сколько я помню он оставил какие-то площадки не хочу потому что если он захочет ну пусть он сам наверное расскажет он он ставил площадки он завозил он улечил людей в амбула в амбулаторию в поликлинику местную поставлял оборудование делал какие-то там акции ну то есть и это постоянно это не то что он там выиграл он там постоянные то что я знаю что он постоянно рассказывал он сам киви живет как он туда вот он выходные он там выходные он тому что там делать и эта женщина которая не пришла ни на одну встречу с избирателями не их не было которая не появилась нигде просто в бюллетене было написано ее имя и бренд слуга народа и вы что самое забавное причем он делал там социологию проводил он он выигрывал вот вроде все хорошо было а потом в день выборов выиграла она и это такое знаете как такая иллюстрации я говорю ну можно там приводить примеры из классической литературы но еще что интересно это не самое интересное самое интересное что это бывшая его домработница после того как это произошло и буквально через месяц наверное когда она поняла куда она попала и что и там нужно делать потому что это не легкая прогулка вообще-то нужно законы писать но верховная рада это главный законодательный орган страны она но мягко говоря не имеет той компетенции которая требуется вот там она обратилась к этому своему сопернику бывшему с просьбой а может вы станете моим помощником потому что я законы писать не умею а вы же все таки я знаю что вы хорошо пишете так вы вот пойдите ко мне в помощники будете мне их писать понимаете то есть он это рассказывал конечно с такой горьким смехом но это характеризует ситуацию в том числе которая произошла и с этим связано такое количество огромное количество за такой короткий период различных скандалов слуг народа ну пришло очень много людей критическая масса я бы сказала абсолютно не готовых к такой работе и не понимающих что от них требуется что будет на что это все вот эти тренинги в трусковце но мы же понимаем что за три дня невозможно закончить университет который нужно заканчивать и учиться 45 лет но это физически невозможно за три дня невозможно выносить беременность которая должна длиться в природу так устроил 9 месяцев то есть это то же самое поэтому конечно же смотрите там много хороших людей и это хорошо что пришли те кто был не замешан многие был не замешан в коррупции не понимает что такое что такое конъюнктура политическая как нужно обманывать избирателей что им нужно обещать много пришло светлых лиц которые действительно хотят поменять что-то сделать что-то но в этой спешке и я вам скажу еще одну вещь ведь все руководство слуги народа которое шло на парламентские выборы вот когда они обсуждали между собой готовились к результату какому-то для них ведь тоже стало большой неожиданностью тот результат который они получили на мажоритарке поэтому но пропорционально то что по спискам было принципе это более менее ожидаем а вот мажоритарка удивила их самих поэтому то как они набирали людей и ну а где и взять да вот так быстро и так нужно было ну отобрать они не успевали проверять всплывали какие-то факты по ходу вы помните как когда возникали скандалы кого-то меняли кого-то просто исключали вали проверять абсолютно они не успели их проверить и теперь конечно же но происходят те вещи которые происходят при этом все равно я считаю что есть позитив в том что вот сейчас сменилась эта элита почему да просто потому что той власти власти петра порошенко нельзя было позволять оставаться потому что они ну там уже в голове наверное что-то сломалось потому что они вели себя таким образом что если бы он зашел на второй срок то я уверена было бы намного хуже чем есть сейчас поэтому в любом случае сменяемость и выборы демократическим путем вот если сейчас не справятся эти мы их переизберем вот это самое главное чтобы у нас оставался этот инструмент влиять на процессы в стране для вас понятно что сейчас пытается сделать пётр порошенко вот свои вот этой линии поведения касательно там и минских соглашений формулы штанмайера уже якобы и он не при делах к минским соглашениям которые он сам рассказывал писал тут же смотрите очень простая история для порошенко крайне важно чтобы зеленский не добился успеха во всех направлениях поэтому естественно он не будет ему помогать даже если речь идет о том что успех зеленского равен успеха украины конечно же нет он будет всячески ставить палки в колеса фабрики троллей параха ботов они продолжают работать просто не в таком объеме но тем не менее поэтому смотрите успех и ведь успех зеленского это еще и и дополнительная пощечина для петра порошенко если у этого получится то тут же встает в полный рост вопрос а почему этого за пять лет не получилось понимаете все связано и ну здесь же такая прозрачная ситуация знаете что даже гадать не надо а вдруг вот как чисто такая конспирологическая версия что он скажет подумает точнее что народ выйдет и скажет петр алексеевич вернитесь на пост президента без вас никак может у него есть амбиции на второй срок у порошенко но они были наверняка на второй срок и если я думаю что если ему здоровье позволит то он бы по крайней мере он бы хотел принимать участие в следующей президентской кампании а насколько высока вероятность что все-таки вот парламент этого созыва распустят и будет будут досрочные выборы она существует уже в следующем году и ну я думаю что на весну не раньше и более того владимир зеленский насколько я знаю все чаще об этом задумывается это чтобы сохранить себе рейтинг говорили про сценарий что согласен плохая партия слуги и народа надо вот сделать перевыборы если будут вопросы к админу он распускает кабмин говорит сейчас мы нового пример министра поставим то есть постоянно делать кого-то да вот пешкой которую нужно сбить чтобы самому не пострадать но смотрите из того что я вижу по происходящему вокруг президента и то что я знаю по внутренней информации для владимира зеленского как было так и остается крайне важным добиться тех каких-то важных реально решений исторических событий которым он будет причастен и он на них повлияет поэтому в первую очередь в первую очередь он будет действовать исходя из того что вот не справились должны уйти тут даже не не в нем самом дело потому что она он же декларировал что он приходит на один срок более того мне кажется что он способен вот он он способен не знаю как будет дальше развиваться события но пока я считаю это так он способен если он поймет что он не может сделать так как он хочет как он видел и как он обещал вот капитально все не так складывается он способен уйти в отставку сам ничего себе даже так хорошо касательно вот мы уже так начали немножко говорить про нормандский про встречу в нормандском формате которая должна состояться 9 декабря по вашим ощущениям все-таки состоится эта встреча или нет думаю состоится по крайней мере все к ней активно готовится и украинская российская сторона и она она нужна она нужна обеим сторонам она нужна не только украине она нужна конечно же и россии потому что для путина важно 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 снять санкции важно впихнуть обратно донбасс на своих условиях важно легитимизировать крым который они отняли украины но и больше скажу я не знаю кому еще важнее если так смотреть украине россии или европе эта встреча потому что сеть в сегодня европа она бы очень хотела чтобы в украине закончилась война неважно на каких условиях неважно насколько это будет ужасно для украины последствия почему потому что ей не хочется воевать с россией воевать не техникой не вне войной я имею ввиду а воевать с точки зрения там санкции каких-то ограничений и очень хочется дружить с россией европе ей очень хочется российских денег причем которые не нужно будет выдумывать как заводить вот такими какими-то окольными путями а легально торговать развивать отношения брать российские кредиты и так далее и так далее потому что европа абсолютно думает о себе о своих сиюминутных интересах подчеркиваю сиюминутных потому что если бы они сейчас размышляли в долгую с точки зрения стратегии и и государственности они бы конечно же ни в коем случае не садились вместе с россией и не вели с ней никаких дел потому что следующими могут оказаться они вот европа это может быть следующая цель потому что экспансия же она разная сегодня украина это реальный щит до украина власть украинская она себя ведет таким образом что европа смотрит на это все и думает да елки-палки от чего нам париться чего мы должны страдать вот мы должны вводить санкции мы должны терять на этом деньги для наших же граждан почему мы должны давать какие-то выделять транши для украины на поддержание украинского там народа которому сложно если это все не доходит до украинских граждан если это все где-то зависает в карманах тех кто находится у власти если сама украина сохраняет торговый баланс россии один из самых высоких более того начинает наращивать за эти годы так почему европа должна страдать скажите да вот ну логично подумать то есть если бы украина показывала пример но когда европа должна была бы относиться к россии как к агрессору со всеми вытекающими из этого последствиями она первую очередь должна была бы думать не украине о себе о своем будущем но сегодня вот неважно как но европа будет вот к сожалению я но мой прогноз это то что владимир зеленский когда окажется за столом с меркель макроном и путиным он окажется за столом не зеленский против путина а зеленский против меркель макрона и путина почему потому что макрон за это время стал одним из лучших другов друзей путина неважно каким образом это произошло и как путин этого добился но это факт потому что меркель которая уже уходит который физически тяжело потому что она болеет она сегодня не способна и не захочет явно воевать за украину в этой ситуации объективных много факторов я вам скажу что если сравнивать с той встречи которая была у порошенко когда были эти минские переговоры основные которые длились 17 или 18 часов то есть это самые длинные в истории переговоры на таком президентском уровне в принципе я была на них и я хорошо помню то что происходило в кулуарах и о чем кто кто как договаривался и вот члены делегации выходили и рассказывали когда сели за стол меркель оланд тогда да президент франции путин и порошенко как они общались друг с другом путин был очень агрессивен но меркель взяла на себя функцию модератора она конкретно пыталась по пунктам вот они шли и она конкретно пыталась помочь украине если какой-то вопрос не решался она выносила его за скобки для того чтобы идти дальше и потом возвращаться а он просто не вмешивался он не защищал ни одного ни второго он себе сидел и просто курил курил и так отстраненно до себя вел но тем не менее тогда порошенко не оказался один против троих основная шла сом была маркель захочет все-таки войти в историю как до положительный персонаж особенно для украины все-таки там напоследок она будет пытаться все таки вошла в историю кати причем причем очень сильно вошла именно для для немецкого народа я думаю что она будет думать и правильно не об украине не украинском народе о немцах и для нее важно то что она сделает для германии а сегодня как вы понимаете ее связывает по рукам ногам не только северный поток а еще ряд больших проектов которые напрямую идут и зависят от решений и денег россии поэтому нет ну то есть по сути то что говорили вот помните раньше обсуждалось что зеленский не должен напрямую говорить с путину что нужны обязательно посредники по сути сейчас остается он все равно один на один ну не просто один на один а путин будет усилен другими лидерами то есть это даже я бы сказала такой утяжеленный увеличенный путин против одного зеленского но планируется же встреча еще из глазу на глаз я думаю немножко знаю владимира зеленского вот он реально рассчитывает на то что он своей харизмой своей находчивостью своей какой-то вот такой энергии а у него энергия не просто пробивающая да все что он выйдет на какое-то решение я думаю он не намерен сдавать украинские национальные интересы с точки зрения того что он абсолютно он лично понимает что есть эти красные линии за которые нельзя выходить вот я почему-то так думаю я в этом уверен раз я хотела спросить насколько он в этой ситуации сможет отстаивать наши интересы я но он будет и поддаваться давление будет отстаивать в любом случае у него нет другого выбора послушайте ну украина много раз показывала что если ее лидер делает что-то ну уж совсем плохо и пытается придать тут то то направление которое выбрал украинский народ этот украинский народ его просто убирает но мы же видите как на майданы ходим ну в принципе как на работу можем выходить это не россия и здесь другая история поэтому даже если бы он хотел что-то сдать или придать у него бы это не получилось мне кажется он это очень хорошо понимает сейчас вот то на что надеется смотрите вот мне кажется вот эти вот все якобы уступки которые украина показывает россии идет на эти уступки они ведь только тактические вещи да для того чтобы состоялась эта встреча почему потому что зеленский хочет посмотреть глаза путину и он надеется он рассчитывает что он выбьет для себя для украины хорошие условия то есть это такие тактические уступки для того чтобы там уже на встрече получить какие-то преференции и реально получить результат другой вопрос что но я к сожалению не верю в то что это может случиться то есть это только ну вот чудо я не я не я не верю в то что потому что я я не понимаю какие могут быть предпосылки факты которые сейчас вот в данном раскладе могут заставить россию реально сделать так чтобы украине было хорошо может быть я чего-то не знаю но тогда мы все чего-то не знаю может быть на это можно надеяться либо я говорю какое-то там чудо произойдет вдруг но чего вдруг нет вот понимаете даже если просто разложить с точки зрения психотипов или личностных отношений это ведь очень важно это всегда работает потому что все мы люди президенты звезды и они же тоже все люди и они также смотрят и им бывают приятные или неприятные люди они кого-то могут уважать или нет и от этого в том числе зависит то как потом будут жить годы десятилетия их страны и их народы понимаете а на самом деле все это может в каких-то деталях проявляться но вот владимир путин ведь он и люди вот его склада его поколение его профессии вы знаете как они определяют и как они относятся вот к собеседнику к коллегам да как он там называет своим они меряют все девяносто первым годом вот кто ты был девяносто первом году вот так с тобой и будут общаться это это интересная психология но она для них работает до сих пор смотрите путин в девяносто первом году он подполковник кгб ссср то есть это мы понимаем да что за ним стоит что он может какая власть какие навыки и так далее вот один вариант и сейчас есть владимир зеленский который в девяносто первом году школьник мальчик маленький да не исключено что путин так вот сейчас пока они не встретились по крайней мере что он вот так к нему и относится просто как мальчик а телефонные переговоры которые у них очень часто если верить не знаю на сколько очень ну чаще чем если сравняют с порошенко да ладно просто мы могли не знать о телефонных переговорах с порошенко но вот то что официально сейчас появляется что проводится системно телефонные переговоры даже не лично они могут как-то повлиять по порошенко до какого-то момента они очень часто созванивались во время войны причем да ну так нормально а потом после определенных событий просто путин перестал брать трубку потому что переговоры и разговоры эти телефоны они бы продолжались здесь сейчас конечно же путин хочет ему интересно он 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 смотрит он и он не понимает просто может ли он свое мнение поменять во время телефонных переговоров все равно же там слышишь с какой манерой с тобой общаются есть ли там какой-то не знаю доля юмора идет ли он на контакте тем более мы знаем что владимир зеленский он очень харизматичная личность умеет расположить к себе ну я думаю что в телефонных переговорах очень многое то что хотелось бы нельзя сказать потому что ну сегодня вообще вы же видите как все происходит все что ты произносишь что ты пишешь тем более на устройство какое-то говоришь это же все завтра может быть опубликовано и выложено в эфир и в принципе я вам скажу что главный рецепт вот когда ты говоришь с экспертами по кибербезопасности ну вот я недавно с американцами разговаривала которые глубоко внутри этой системы и всего того что нового что в мире происходит они говорят да есть главный рецепт как защититься вот я спрашивала есть ли способы какие-то чтобы там не взломали не прочитали не прослушали какие-то мессенджеры да конечно просто не говорить лишнего то есть все что ты озвучиваешь или пишешь то есть выдаешь вот все это должно быть таким которое в принципе считать что ты говоришь публично вот считай что ты в прямом эфире выступаешь вот все что ты говоришь все вот это главный рецепт вот это твоя защита то есть все что ты выдаешь ты можешь только думать пока еще мысли не умеют читать и тем более пока в Украине есть джокер а все остальное что ты выдаешь это считаешь что ты делаешь это в прямом эфире на большой аудитории да вот я же говорю главное помнить нашим депутатам что есть джокер который время от времени пишет некоторые персонажи джокеров очень много на самом деле вот в том то и смысл что он не один ведь эта технология она же существует не только у джокера кстати это это такая классная история это такая новое явление которое в общем то сейчас сколыхнуло все вообще все устои политические политической жизни как жалко что этого не было раньше потому что ну вот я думаю что конечно же это должно чему-то научить тех кто находится во власти научить ну я надеюсь какой-то чистоплотности потому что дальше технология будет только совершенствоваться сейчас это ватсап это мессенджер а дальше это может быть просто вот я говорю в любой комнате или где-то в парке вы встречаетесь все это и все это все это выкладывается все это все это делается дальше это может быть звонок разговоры и так далее но джокер это такая классная история я с таким удовольствием читаю эти все переписки а я я просто ну я понимаю что ведь мы сейчас кстати готовим статью мы хотим написать об этих вот разных технологиях которые существуют в принципе потому что все они будут использоваться когда тебе например звонят на телефон и ты видишь что это номер там какого-то человека которого ты знаешь он у тебя записан а этот человек сидит рядом с тобой у него телефон там лежит на столе и он тебе не звонит да это кстати очень опасная штука или как за экономист тоже показывали технологию где на видео может сидеть Трамп и говорить о том что там завтра я войду в виду войска в какую-то страну хотя на самом деле он такого не говорил это просто технологии и различить их практически невозможно это очень опасно мне кажется в будущем на различные скандалы ну слушайте смотрите если мы так будем углубляться и говорить вообще о технологиях и об их полезности или опасности о прогрессе конечно же да но все же смотрели разные фильмы ужасов про то как роботы восстают и там восстание машин и как те кто призван был помогать человеку и защищать его они собственно говоря начинают убивать и и мешать ну все что угодно но это прогресс за и против да конечно и белого ну что же олеся спасибо большое за интересную беседу уже посмотрим что будет происходить 9 декабря насколько у нас будет много информации мы знаем что вы как раз едете на вот эту встречу так что уже ждем вас после с новостями и какими-то инсайдами олеся бацман была нашим гостем спасибо что смотрели нас и не забывайте подписываться на наш youtube канал и